Хуже, когда человек гордится собой, понимаете? Когда он не хочет видеть других, не хочет. Когда человек становится старшим из гордости, это гораздо хуже, понимаете? Когда он не из любви старшим становится, а из гордости, вот это гораздо хуже. Это всё разрушает. И по спине сквозили неуздешним колокольчиком, когда мне грозит благодатный путь во сборе. Благодатные лица, благодатные рачки, благодатные рачки, и честь, и ладурина, как жена, когда горит благодатные слова. Это гордость. Не нужна. Не нужна. Это не позиция старшего, это гордость. А это не нужно. Не помогает никому. Только мешает. Чтобы воспитывать людей, для этого нужно сначала их принять. Нужно сначала победить свою судьбу в них. Вот через них действует твоя судьба. Надо в молитве это сначала победить. У меня всё будет хорошо в жизни. Человек молится, молиться должен. У меня всё будет хорошо в жизни. Это первый этап. Сначала всё будет хорошо. Потом проблески чистоты в человеке человек начинает видеть. А потом постепенно он начинает разгребать ту болото судьбы, которую Бог ему через близких людей дал. Начало спокойствия через молитву, вера в Бога. Потом терпение принимаем близкого человека. Это долгий такой длительный путь. Но он победоносный. Он даёт счастье в конце. Понимаете? Вот такой путь. И он очень сильный этот путь. Не слабый. Не то, что долго там и несчастливо. Нет, счастье с самого начала. Вот спокойно в сердце стало, у меня будет хорошо всё. Уже счастье. С самого начала счастье всегда. Только не бунтовать. Бог дал что-то, учись принять. Ну, допустим, ты решил, не буду жить вместе с этим. Ну, ради Бога, нет проблем. Но ты просто помолись и успокойся, и прими судьбу. Вот прими её. Будешь жить, не будешь. Не важно. Прими. Приняла, спокойно стала. Можешь теперь идти возвращаться назад? Конечно. Ты же первый шаг уже сделала. Теперь иди, попробуй ещё раз. Но уже по-другому. Держась на той дистанции от близкого человека, который можешь переваривать. Никогда не приближайся лишнего. Не пытайся от счастья больше получить, чем положено. От судьбы счастья. Держись на дистанции. Проявляй свою строгость. И служи человеку. Учись видеть в нём чистоту. Дари ему свою чистоту. Дари свою твёрдость внутреннюю. Верность дари. И постепенно лёд будет таять. Всё больше, больше, больше. И потом наступит счастье уже в отношении. Всегда нужна вот эта сила, понимаете? Нужна вот эта сила. А сила берётся от Бога всегда.